Или не мучить, не истязаться, не интенсивно делать с ними работу, да? Более плавно? Надо. Вот эта методика в других странах разработана. Вот сколько он в таком возрасте должен выступить, сколько в следующем, сколько в следующем, а не толкать куда хочется и куда не хочется. Понимаешь, даже вот этот бокс, который вот перед Олимпиадой нашей провезли на Азиатские игры, нафиг они нужны были? Потому что все это делается на глазок, медицинский уровень обслуживания очень низкий у нас, аппаратуры нет. Поэтому нужно знать, буквально каждый месяц надо знать состояние спортсмена, что ему не хватает, может ее перегружает, наоборот, ему, может быть, надо расслабиться, меньше нагрузку дать и так далее. Это должно же нагрузка варьироваться, это же не машина, которую бензин залил, да поехали. Вот, они ее туда повезли, я же видел, наши боксеры какие были, они измученные были, а приехали, вообще развалились на Олимпиаду. То есть надо было Азиатские игры пропустить, что ли? Да, надо было, вот у немцев, у немцев в ГДР, там у них вот так вот, на 4 года планируют, на 4 года планируют к Олимпийским играм. И у них все уже на каждом году разложено, кто, где, когда уступает и контролируют уровень физической подготовки, психологической, методика тренировочного процесса. Все это расписано. И задача главного тренера не проводить тренировки, он должен контролировать, что вот этот план должен неукоснительно выполняться. Никуда не должно быть колебаний влево, вправо, на какие-то соревнования выехать и так далее. У них даже так говорят, чемпионат Европы проходит, и если план тренировки не включен, немцы не везут, пропускают. А вообще получается, что Азиатские игры вообще неправильно поставлены? Вот в год Олимпиады, получается, многие игры не в попад, да? Ну тут вопрос в общем, не в том, что Азиатские игры попадут, не попадут, но ведь сама страна, сами тренеры должны определять, готовы он туда поехать или не готовы. Может, ему надо наоборот разгрузиться, а его перед Азиатскими играми еще нагружают. После Азиатских игр он должен хорошо восстановиться, а он не восстанавливается. И не восстановленные едет на Олимпийские игры. В результате попадает в нокаут этот, как вот наш кустанайский боксер-то улетел. Хотя он на тех Олимпийских играх же был чемпионом, а отдали россиянину. Вот его заездили, он уже приехал, тохлый, его и нокаутировали. А по другим видам спорта, как думаешь? Ну, по другим видам спорта я тоже... Вот сам посмотри, вот допустим, ну, третий раунд, там допустим, борцы во втором круге. К концу схватки выигрывает тот, кто наиболее свежий, кто сидит, а не выдавшийся. Так. Вот у них этой свежести не хватает. Ага. Они на переделе борются. А легкая атлетика? Ну, легкую атлетику я почти не видел. Там, по-моему, все смотрят. Я вот сижу, жду этого... Тройницу, тройным кружок Рыбакова. Я не знаю, прошла или не прошла, что-то я ее не вижу. Вот надежда у меня на нее, сможет ли она за тройку зацепиться или не сможет. А вообще легкая атлетика у нас как поставлена? У нас там проблемы есть? Конечно, есть. У нас в Астане даже федерация разводилась в легкой атлетике. А вот на уровне Дюша легкая атлетика вообще как вообще? Ну, вот ты пойми, есть или нет разработанных, вот я тебе еще раз говорю, ведущих странах мира по каждому виду спорта, от поступления ребенка до участия в Олимпийских играх, методики разработаны с научной точки зрения, с методической точки зрения, с обеспечением медицинского обслуживания. Понимаешь, вот это все комплекс, но... понимаешь, и они должны все работать на один результат. А если у нас ежедневного контроля нету, медицинское обслуживание на низком уровне, научная группа с Украины вот этого пригласили, его группу, они наездом приезжают, наездом уезжают. Ну, что они могут сделать, когда это делается наездом? Это первое. Второе. Никакой научной группы тяжелой страны тебе свои секреты отдавать не будет. Поэтому за эти 30 лет надо было создавать свою научную группу. Их натаскивать. Они должны практиковаться, узнать, как в мире это делается, набираться опытом. 30 лет прошло, у нас ничего нет. Мы как на голой заднице сидим, так и сидим. Слушай, получается, столько денег вгрохали, а в науку, в спортивную науку денег не вкладывали? Не то, что в спортивную науку. Я сегодня в этом году был в Олимпийском комитете, спрашивал, вы хоть какие-то заграничные журналы научные выписываете? Они, кажется, даже заграничные журналы научные не выписывают. А вообще, с детским спортом у нас лучше стало вообще по сравнению с советским периодом или хуже? Конечно, хуже. Насколько? Вот как это видно? Ну, как это видно? Во-первых, нужна база. Каждая спортивная школа должна иметь свою базу. И там надо создавать условия для медицинского контроля, за методической организацией, методической тренировки, контроля, плана и так далее. А если даже у некоторых спортивных школ в столице нету своей собственной базы, они арендуют то там, то тут. Ну, в свое время я работал в футбольном плове Олимпийского резерва. Был спортивный комплекс «Каспий», который новый, но частный. И вот этому частнику там был свой стадион, плавательный бассейн, игровой зал, для художницы тоже, художественной гимнастикой свой зал был. Вот частеньку в голову пришло его полностью снести и на месте его поставить ледовую площадку. Чиновники наши тупые разрешили, да? Ее просто снесли под бульдозер. Вот. Подожди, а чиновники куда смотрели? Почему они дали разрешение? А нельзя любое дело это оставить, чтобы ему выделить в нужном месте, чтобы он построился. Чтобы в нужном месте ему дали разрешение построить другой. Ну да. Нет, не соглашусь, тогда взял, что вы хотите сделать. Скажи, какой объект снесли? Скажи мне, в каком адресе? В Астане был спортивный помнят Каспий. Так, это где находилось? Ну, находилось оно сразу за мостом на левом берегу. Угу. Ну, это уже несколько лет прошло. Ну, это же просто, я не знаю, это, даже не могу оценить, что это такое. Ну, варварство? Это вредитель. Ну, это же, кому от этого польза? Владельцу польза от этого, людям польза от этого, или городу польза от этого. что вы снесли. А, подожди, в каком году это было? При каком министре, при каком Акиме? Я сейчас не помню, при каком Акиме, но вот уже лет 5-6 прошло. Понятно. Вот на этом стадионе впервые Казахстан провел чемпионат Казахстана среди ветеранов в свое время, когда его построили. И вот его трактором все полностью до основания, до фундамента все это вылили, убрали, вывезли, и на его место сейчас ледовая площадка. А вот этот Каспий, он был для легкой атлетики? У него он был большой? Сколько было там, я не знаю, емкости? Ну, рядом было футбольное поле свое его. Ты можешь представить? Ага. Покрытие, футбольное поле было. Вот, я тебе говорю, плавательный бассейн был, игровой зал был, зал для художественной гимнастики был, подвал хороший был, можно было использовать, тоже мы его уже и подвал было использовали. А потом взяли, ему захотелось, все, нас в середине зимы выгнали и гуляйте, ищите место и так далее. Ага, понятно. Ну, с таким отношением разве будет развивать спорт? Да. Слушай, я вот слышал, что вот в Алмате было 11 школ спортивной гимнастики, 10 из них закрылись, а вот ситуации на сегодняшний день с гимнастикой вообще как в Астане, в Алмате, по Казахстану как? Ну, вот, один парень пробился на Олимпийских играх, сейчас я его видел, он пятое место занял там, вот, и все, а ведь в свое время были же и у женщин, и у мужчин олимпийские чемпионы Казахстана были же. Вот в независимый период или в советский? Советский, советский. Ага. И не один, человека 4-5, наверное. Ну, если помнишь, Кимбала чемпионская, Люкин такой был, олимпийский чемпион. В общем, человека 4-5, наверное, олимпийских чемпионов, которые вышли из Казахстана. А вот тяжелоатлетика у нас же после того, как с допингом поснимали все медали, у нас получается там полный развал? Ну, что я не знаю, как ее можно оценить пока? Дело в том, что допуска имели всего два этих, парень и девушка, Чин Шарло и еще кореец. вот они сон всего допустили, они два бронза взяли. Плохим не назовешь, но этот уже тоже тренер приглашенная лошадка, который в свое время болгар готовил, потом переехал в Турцию, потом с Турции перешел к нам. Ну, в общем, он с самого начала завязан на этих наркотиках. Еще советское время. Вот. И, естественно, наркотики сейчас в контроле, великий. Вот. И все. А оно же что, только будет и все. Наркотик. Что дает? Ну, пусть выиграет, завтра заберут. От этого не он удовольствия не получает. И страна престиж теряет. У нас легионеров наверное очень много. Я вот смотрел по борьбе даже, да, Турлуханов очень много завез легионеров из Армении, из Грузии. Они получили медали. У кого-то отобрали. по-моему у Осетина забрали что-ли там медали. Ну, я сейчас точно не помню. Но, видишь ли, Турлуханов в одном, можно, я считаю, он нормальный в том отношении, что он мог свое доказать перед Минфином, перед руководством. Пробивной был? Да, он стоял на своем, а эти бесхребетные, сейчас комитет вообще остался ни к чему не нужен. Все в руках Олимпийского комитета. А это общественная организация. А Олимпийский комитет сейчас в руках у Тимура Кулебаева? Олимпийский комитет да. Понятно. Ну, они, мне кажется, больше думали, что вот деньги дадим спортсменам, премиальным подымем, они от этого золото добывать будут. На премиальных золото не получишь. Да. Если система подготовки хромает. Да, если системы нет, если спортсмен не в силах, так что, да ему хоть золотом осыпь, он не сможет победить. Понятно.